Всем огромнейший привет! Продолжаем похорождение амнезии в машин для сеней. Поднимаясь, опернул лицо к палящему солнцу и погоду в мир, боли и отчаяния. Цивилизация построена на хрупких костях, менее удачливых, на жадности и служении Мамону империи. Неся каменевшее яйцо в кармане пиджака, я посыловал своих детей на прощание и побрел домой. Мамону импульсирует. Почему мы так еле-еле идем? Наверное так нужно. Что это? Да ладно. Это его дети? Понятно. 29 октября 1899 года. Может ли человек пересоздать себя заново? Может ли человек, осознав, кто он и кем стал, разорвать себя на часть и начать заново? И являются ли наши души просто крохотными шестеренками, замысловатыми машинами, функцию которых можно, осознав, изменить? Может ли человек, определяемый своими действиями тем, что он стал считать гнусностью, устроить диверсию собственному телу, пока порождения его души не задвигаются по-новому? Чтобы он мог проснуться от лучей нового солнца в новом году, в новом веке, с надеждой в сердце. Протягивая руки к оголенным проводам, я спрашиваю себя, возможно ли спасение для такого, как я? И если нет, тогда уж лучше умереть среди своих же созданий, чем жить чудовищами. Я не могу-то почитать, ладно, поднимемся туда, почитаем. Регулировка давления. Дело сделано. Диверсантом оказался я. А голосом в телефоне он. И что теперь будет с нами? Как мы связаны? Неужто я в ответе за все, что происходит вокруг меня? Я не могу вспомнить. Не могу. Я лишь ощущаю тот момент, когда мир раскололся надвое, и человечество с его всеми потрохами выпало из моего разверстого, раздвоенного сердца. Где они? Где мои дети? Почему ты спрашиваешь, Мандус? Ты сам знаешь ответ прекрасно. 31 августа 1899 года. Воистину, дети, самые чудесные и полезные существа. Несчастные испарюты оказались незаменимыми для очистки больших паровых труб. Похоже, что отходы убоя, испарившись вначале, затем дрейфуют по воздуху словно пыль, забивая и пачкая трубы. Время от времени мы прикрываем давление и засылаем одного из наших маленьких эльфов в трубы. Открести наросший жир. С короткой шваброй наперевес наши маленькие свидатели отправляются во тьму. Конечно, давление можно перекрыть лишь ненадолго, а потому им стоит быть порасторопнее. Иначе они рискуют свариться в горячем пару. Если такое происходит, мы посылаем их товарища отскребать остатки. Выжившие рассказывают мне, что по трубам можно добраться до любых закололков завода. Я улыбаюсь и говорю, как я горд ими. А потом скармливаю свиньям. Япономать! Твою мать! Твою мать! Какое же ты чудовище! А те люди вообще чудовище! Ты что тут надо делать-то? Вернуть что-нибудь, покрутить. Математическое отключение давления. Вот, иди. Что-нибудь можно сделать? Нет? Я не вижу ничего. Так, ну мы вынули одну хрень. Надо вонуть вторую. Так, а что дальше? А дальше нажать вот так. Что ты делаешь, маленькая свинья? Ты думаешь, я позволю тебе снова саботировать меня? Верни мне детей. Ты! Чёртов сукин сын! Остался отверстия автобуса. Внимание, доступ к файерам-падам по разборным клапанам только при низком давлении. Так, надо спуститься, я не хочу падать. Вообще, я правильно иду? Иди до Катти. Хотя мы сейчас узнаем. Это сделает им больно? Очищающий огонь всегда обжигает мандус, но он очищает и позволяет вырасти новому. Больно ли отрызать кусок зараженного мяса? Больно ли отрызать пораженную гангренной ногу? Вместо этого задайте с вопросом, можем ли мы их спасти? Разве такое говорил? Это был не я! Это был не я! Кубики. Приди в себя, доделай то, что начал. Ни хрена не вижу. Твою мать, что это? 1 декабря 1899 года. Это лечебная ложка, говорю тебе. Да ты и родился с серебряной ложкой в руках, сжимая за всех силенок, невзирая на боль, что испытала твоя мать. Потому ты копал этой ложкой путь в Мексику и ел с ней червей в саду, чтобы стать большим. Ты подарил эту ложку своим близнецам, а затем проделал ей путь к их механическим душам и вычерпал их сердца, как суп, чтобы набрать жира. Жирный маленький крот, куда ты станешь рыть дальше своей серебряной ложкой, сделанной из серебряного хребта твоих детей и обернутой волосами твоей безременно усопшей. О Иисусе Святой, мой дрожащий Лилибет, кем же я стал? Моя дрожащая Лилибет. Ну-ка, я бы стал чудовищем. Монстром. Похоже, система контроля давления и правда Ахиллесова пита этого завода. При первой неуклюжей попытке устроить диверсию я этого не сознавал. Перенаправив пар, я устрою исущий хаос. А сможешь доделать то, что начал? Халатит у тебя сил. На-а-а-ч. Что-то мне больше нравится, чем устанавливать эту машину. Вот её ломать мне нравится больше. В два раза больше. Да-да-да-да, рушайся. 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 Что если мне удастся вывести его из строя, то его нанесённый давлением пар мог быть катастрофическим. По крайней мере достаточно, чтобы временно вывести из строя двигатель. Мандус. Ах ты, хитрый старый пень. Я чувствую, как это ужас, это обиды, это чувство предательства превращается в ярость. Я не стану стоять и смотреть, если это машина. Мой воздушный ткацкий станок, то я ткач. Найс, мы поломали, мы поломали эту херотеньку. Даже в тебе мандус есть что-то, а осталось что-то человеческое. Нет, хорошо. Блин, что там, блин, это страшно. Как там, ё-ка-ка-ка-ка. Слышь, свинюшка, я за тебя, я ломаю эту херню. Ты же не хочешь, чтобы эта штука существовала? Как и я. Так что мы ломаем её вместе, давай. Фак, я не знаю куда бегать. Все, сыни нас убили. Вообще это ужасно. Ай, блинский блин. А можно, в принципе, и в темноте походить, поиск повродить. Поискать лестницу наверху и видеть где-то. У нас тут нет. У нас тут нет. Куда они вылезли, это блин. Сцена Ботама. Прав был пядачок что-нибудь, я не знаю, потому что они существуют. Брат, там было слону Ботама, ну как говорят. Может такая свина Ботама. Что ж зараза-то, а? Когда ж ты разрушишься, блин, завод? Фабрика ужаса. Фабрика безумного профессора, блин. Ну и профессора. Так, вот хренатень я уже сломал. Так, вот. Ломать мне еще один раз своя не нужно. Ну я ХЗ, куда мне идти? Тихо. Тихо, свинюшка, тихо. Тихо, тихо, тихо. Нипу я. Тихо, тихо. Как он меня вообще может слышать в таком греху трохнуть? Я перемещаюсь очень-очень тихо. Практически без шума. Прям как, не знаю, там, ботылек. Сраная свинья. Кажется, вот он. Подъемная верфь. По трубам. Подальше от моторов. А теперь быстро по трубам. Чтобы успеть до того, как повысится давление, пар будет сброшен в трубу. Я ощущаю сам рык машины возле себя. Ее безобразный, бесчеловеческий клубок разуму запускает свои темные щупальца по трубопроводу. Чтобы устранить поломку. Но я вернусь на улицу. Я попрощу о помощи, я приведу людей на завод, сожгу его до тла и запру воду и дьявольское место навсегда. Ну, ну. Я бы не был бы так столь оптимистичным, брат. Какой-то мне нахер брат. Ты монстр. Ай, блин, что происходит? Тут повсюду молния от машины и выбросы кипящего пара. Я не могу пройти и не рискую ошпариться. Я как треснутый омар. Ой, у кого обращение остановилось и я застыл на месте. Пар сварит меня заживо, если я не найду как его выключить. А может быть и хер с него? Главное уничтожить машину. Тихо мать. Подожди. Пар, пар, пар. Его надо вытащить. А детей сюда пускать ты собака мог? Козел. 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 Я не понял юмора. Я всем юмора не понял. Видимо, нам сюда вниз. Больше дорог нет. Дорог, путей. Откуда я выпал? Отсюда наверно. Значит, нам сюда по лестнице идут. Это твоё занятие, Мондус. И именно этим ты мечтал стать. Я тебя останавливаю. Я их спасу. Слишком поздно, уже началось. Моя работа началась. Убейте их. Убей их моих сынок. Убей их всех. Валим отсюда. Все ради них. Вы получаете прибыль с моих внутренних органов. Мы помогаем вам сбежать навсегда. Вы разрезаете глотку вдоль. Промываете свинью, чтобы кровь вытекла. Так вы освобождаете свой вид. Что-то звуки разрушения прекратились. Мне хотелось бы, чтобы этот завод действительно разрушился. И не сжигать его, а самому уничтожить. Пока есть такая возможность. Потому что интересно, какой сейчас год. И поверут ли нам люди. И не убегут ли нас просто психушку. Правильно? А свиньи ожили что ли? Они же дохли. Они были дохными, нет? Мы убрали снаружи, это я понимаю. О боже, нет. Что же я наделал? Что я наделал? Твою мать, а что голову-то человеком вылетело? Что же ты наделал, блин? Надо было думать еще тогда. Да. Кто-то это все задумывал, блин. Мадуф, я знаю ты здесь. Этот город мой. Я этот город. Нет. Это не подразумевал. Я вовсе не это подразумевал. Да? Ну, бывает. 25 октября 1899 года. Бедняки не нужны никому. Забери с собой серого ты, мир. Побударить тебе. Заставь исчезнуть шлевуховый джентльмен. Поаплодирую тебе. Убей нищего, и леди сможет гулять по улицам не боясь. Как я их ненавижу. Больше, чем остальных. Все эти привилегии, притязания на права лидеры. Столпы общества. Богатые и капризные. Они так запятнуты. Но вся их грязь внутри. Я знаю, что с ними делать. Мы накормим их. А потом они накормят нас. Сука, 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 сука. Слышишь, не надо сюда идти. Свинопотам. Куда нам дальше? Твою мать. Надеюсь, что это завод взрывается нахер. Да, горит там чё. Безгород, что ли горит. Да куда нам убежать отсюда? Куда идти? Свиньи нам указывают, да? Искупите свои грехи! Пришло время искупления грехов! Ночите чистку, освободите свои души! Вы родились грязи и умрете как свиньи! Прямо через моё искупление грехов вы сможете попасть в Собствие Небесное! Точно совершенно! Накаление прах, прах, кости и прах! Когда погребальный костёр разгорится, у нас будет такой огонь, что голос будет светиться как маяк! Искупление для всего мира! Чё мне делать? Прости! Господи, что же я натворил? Я стою вдыхая запах городского пожара! Я вижу летящий по ветру пепел! Я слышу рёв отвратительных тварей и крики жертв, которые они утаскивают на растязания в глубины! Теперь начинаю понимать природу другого компонента вещества Х! А ещё я понимаю, что теперь я в ответе за всё! Я должен вернуться к сердцу машины и завершить начатое! А вот это уже, как бы говорится, правильная мысль! Правильная мысль! К сердцу машины! Вернуться к сердцу машины! Вернуться! Твою мать! Блин! Не обращать внимание на глюки! Не обращать внимание на глюки! Вернуться к сердцу машины! Блин! Где это? Куда нам? Что это? Ой, что это? Блин! Наверху, может быть? Сюда? Подождите! Что-то только зашёл! Что это за бред? Что тут происходит? Закрыто! Подождите! Что это? Закрыто! Подождите! Я что отсюда выйти не могу? Да ладно! Я что попался в ловушку что ли тут? Пипец! А что я не могу оттуда выйти? Это какой-то баг? Или нет? Что нам делать-то? Что делать? Что делать? Почему я не могу отсюда выйти? Они не пускают отсюда! И меня не пускают отсюда! И сюда! Вы попали в какой-то кошмар что ли? Я не могу протестнуться, не смогу сюда протестнуться, но не смогу вниз, да? Что делать тут? Нечего делать! Что это? Где что? Баг? Баг игры потому что сюда зашёл? Или я просто не понимаю куда мне идти дальше? Почему не могу отсюда выйти? Что за бред? Ну это просто бред! Ладно мы на этом закончим серию! Надеюсь это просто баг! Ну или вы подскажете куда мне идти дальше? Всем огромное спасибо кто смотрел! С вами был Айс и всем пока-пока!